Тая кача, дробно скача, тая фёра шатя, дура паучку, ходит, приходит, гей! Спеть на белорусском, увидеть, как празднуют Купалье, услышать голос самого народного классика, а в завершении смастерить сувенир с белорусским орнаментом. Для участников детского Евровидения сегодня подготовили интерактивную экскурсию по экспозициям Литературного музея Янки Купалы. Я знаю известных поэтов Уэльса, но мне было интересно узнать о белорусских. Я просто наслаждаюсь этим опытом. Тем временем другие участники отрабатывают номера на Минск-арене, в том числе и наш Даниэль Ястремский. То, что это репетиция, видно лишь по пока пустым трибунам. Юную звезду за внешнее сходство уже окрестили белорусским Джастином Бибером. Он же пока лишь скромно улыбается, продолжая до совершенства оттачивать своё выступление. Мы, как всегда, уца, венок подскажет, нет, мы на одной волне. На самом деле время хватает, чтобы отдохнуть. Ну, то есть, есть какой-то график, режим. Я приезжаю вечером. Сейчас поздно, так как у нас есть всякие репетиции. Это 12 часов я засыпаю примерно, ну и просыпаюсь, например, сегодня в 7.30. А номер у нашего представителя сложен даже технически. На сцене постоянно меняются декорации. Из дома артист попадает на баскетбольную площадку. Затем путешествие продолжается. График репетиций на Минской арене расписан буквально по минутам. Каждому участнику отвели лишь полчаса. За это время конкурсанты успевают програть свой номер около четырёх раз. Оттачивают, конечно, не только хореографию и вокал. У каждого есть ещё и спис-эффекты графические. Но уже сейчас у режиссёра складывается финальная картинка шоу. В ближайшие дни к плотному графику репетиций добавились ещё и пресс-конференции. Ангелина из Франции признаётся, что до сих пор не смогла подобрать наряд для выступления. Работа над костюмами и танцами будет идти до самого воскресенья. Мы до сих пор пробуем что-то новое и вносим изменения в номер. Лучшую песню выберут 25 ноября. Но уже одно участие в финальном шоу говорит о важном достижении каждого участника. В этом юных исполнителей заверил президент. Александр Лукашенко пригласил ребят во Дворец независимости после открытия Евровизионной недели. Я вам скажу, что вы уже победители. Слушайте, в вашем возрасте попасть на такой конкурс в числе двух десятков всего. Можно сказать, всемирный конкурс. Всемирный, потому что весь мир к этому прикован, зрелищий. Но вы уже победили, вы же победили в своей стране. Ну а тут уже как повезёт. В этом году слоган конкурса переводится как «Зажигай». И участники действительно добавили огня, в общем-то, строгие залы Дворца независимости. И чего же тогда ожидать от финального шоу? Для маленькой Фидан этот конкурс уже особенный. В гостеприимной Белоруссии она отметит день рождения. Так что детское Евровидение – праздник не только песни. Мне 12, но в субботу мне будет 12. И я хочу сделать себе подарок. И спеть как можно лучше. И я хочу, я была бы очень рада, если бы все меня поддержали. Считаете, всю Европу и Австралию ты собрала на свой день рождения, да? Да, я всех приглашаю. Традиционно наша сцена держит высокую планку. Беларусь принимает уже второе детское Евровидение. Но в этом году будут новые рекорды. Как по количеству света, так и по техническому оснащению. Я доволен тем, как проходят репетиции. Вся команда работает слаженно. Камеры, звук, свет, картинка – всё как один цельный организм. Сама сцена в этом году выглядит фантастически. И я с нетерпением жду начала шоу. Уже с завтрашнего дня можно будет проголосовать за понравившиеся песни в интернете. На сайте конкурса есть возможность выбрать своих фаворитов. Результаты учтут в итоговом голосовании. Можно поддержать и нашего Даниэля.